Всем привет! Сегодня у нас снова рубрика Ask Me. И один из вопросов, который опять-таки волнует вас, и как хорошо, что вас волнуют вопрос, звучит, как добиться большого успеха. Честно говоря, когда мне задают такие вопросы где-то на конференциях или когда люди меня встречают, я немного теряюсь, потому что успех – понятие очень относительное. Но сегодня мы будем разбираться с вами все-таки в том, каким же образом его добиваются люди, и что нужно делать, чтобы успех так или иначе сопутствовал нам по жизни. Итак, начнем, пожалуй, с самого главного, с того, что вы слышите постоянно, что вам повторяют каждый день, и о чем говорю я. Но все-таки я хочу, чтобы вы понимали, что успеха без этого не будет. Итак, я говорю о фокусировке на своей главной цели. И если ваша цель добиться успеха, то я могу сказать, что цель не очень хорошая, потому что она непонятная вашему мозгу. Для начала важно ответить себе на вопрос, а что такое для вас успех, если цель такова? В чем он будет выражаться? Какие его критерии? Если вы не знаете, куда вам нужно прийти, дойти туда невозможно. Поэтому обязательно фокусируйтесь на цели. И каждый день, я повторяю вам этот день изо дня, каждый день делайте хотя бы один шаг до встречи к своей цели. Иначе по-другому ничего не будет возможного. Те люди, которые сегодня зарабатывают большие деньги, миллионеры, посмотрите их интервью непременно, всегда они говорят об одном и том же. Я каждый день просыпаюсь с мыслью о своей цели. Я каждый день засыпаю, думая о том, каким образом мне достичь моей цели быстрее. И этот процесс не заканчивается никогда. Поэтому ваша цель всегда, каждый день, каждую минуту должна жить в вашей голове. И если ночью вас будят и говорят вам, чего ты хочешь, ты должен очень четко понимать, где твоя цель. Нет фокусировки на цели, нет цели. Что мне делать с моими страхами? Опять-таки, постоянно слышу этот вопрос, что делать с моими страхами. Вы должны запомнить, что успех и страх – вещи необъединимые. Каждый день мы боимся чего бы то ни было. Мы боимся, что у нас не получится. Мы боимся, что мы можем умереть. Мы боимся, что кто-то сделает лучше, чем мы. Мы боимся, что конкуренты сегодня нас обгонят. Мы боимся, что у нас не хватит денег, у нас не хватит здоровья, у нас не хватит мотивации. Мы боимся. И боятся абсолютно все. Нет таких людей, которые не боятся. Но, в отличие от животных, мы с вами люди, которые могут и должны подавлять свои страхи. И подавлять не лежа на диване, а подавлять действиями. Каждый день действуя. И смотря своим страхам в глаза, мы должны все-таки продолжать путь. Мы должны делать так, чтобы эти страхи растворялись. Потому что действие – главный растворитель, химическое вещество, которое действует активнее всего. Действие подавляет страх. Подавляйтесь и боритесь со своими страхами. Боритесь не на бумаге, боритесь с ними не в своей голове. Боритесь в реальном мире. Каждый день, когда вы делаете то, чего вы боитесь, когда, как говорится, глаза боятся, а руки делают, ваши страхи растворяются. Именно подавление страхов приведет вас гораздо быстрее к вашему успеху. А возможно, это вообще единственный путь к тому, чтобы к нему прийти. Учиться, учиться и еще раз учиться – завещал дедушка Ленин. Хотя, скорее всего, ты уже не знаешь, что такое дедушка Ленин. Но для тех, кто помнит, я могу вам сказать, что дедушка Ленин был неправ. Потому что учиться можно всю жизнь. И в принципе нету в этом ничего плохого. Но нужно и важно при этом работать. Все ваши степени MBA, бесконечные тренинги и курсы абсолютно ничего не значат, если вы при этом не работаете. Один месяц, один день работы дадут вам гораздо больше, чем многочисленное выстиживание, выуживание и поиск непонятно чего. Практикуйте постоянно. Старайтесь попасть в те компании, к тем людям, к тем специалистам, которыми вы хотите быть или в той сфере, в которой вы хотите развиваться. И если даже вы являетесь студентом, или вы сейчас что-то изучаете, запомните, что нет ничего ценнее, чем стать практиком, чем прямо сейчас найти тех людей, которые позволят вам быть рядом, которые позволят вам наблюдать, которые позволят вам участвовать в процессе. Потому что именно момент работы дает вам тот нереальный опыт, который ни с чем не сравнится. Поэтому забывайте о том, чтобы учиться постоянно в формате вот просто банального чтения, слушания, начитывания. Сегодня это не актуально. Сегодня это то, что по сути уже не дает никакой ценности в жизни. Работайте, работайте и применяйте, находите, приобретайте те навыки, которые вам нужны в том, чем вы хотите реализовываться, и в том, в чем вы хотите достичь успеха. По-другому ничего не получится. Будь опытнее, сильнее и мудрее. Сегодня очень важно, возможно, как никогда развиваться постоянно и не прекращать этого делать никогда. Сегодня мало быть просто профессионалом, мало чего-то достичь. Важно постоянно, каждый день становиться лучше, каждый день приобретать еще больше опыта, еще больше навыков и, самое главное, скорости. Помни, что пока ты сидишь и думаешь, кто-то уже начал делать. Пока ты только собираешься, кто-то уже взял и сделал. И эта скорость сегодня является определяющим фактором. Все успешные люди быстро принимают решения, все успешные люди быстро получают то, чего им не хватает. Нет времени на то, чтобы для приобретения какого-то навыка заканчивать университет. Нет, сегодня у тебя есть YouTube, сегодня у тебя есть онлайн-курс. Сегодня все происходит очень быстро. Посмотрел, почитал, побежал делать. И опять-таки скорость, скорость и скорость. Если ты не будешь развиваться гармонично, сразу во всех навыках, которые тебе нужны, включая не только свое профессиональное мастерство, но и умение быстро действовать, умение грамотно принимать решения, умение рисковать, то, скорее всего, успеха тебе не видать. Будь на своем месте. Одно из главных ключевых правил, мы постоянно о нем говорим и постоянно забываем, это найти свое предназначение и заниматься своим делом. Пожалуй, если вы посмотрите интервью других успешных людей, то вы очень часто встретите именно эту формулировку. Я нашел то, что меня зажигает. Сегодня расфокусировка и занятие сразу же несколькими направлениями, как правило, очень иллюзорный мир. Мы зачастую слышим о том, что у людей очень много бизнес-направлений, либо тогда, когда каждое из направлений является мыльным пузырем, либо тогда, когда это большие корпорации, когда человек является скорее инвестором, нежели активно принимает участие в этом бизнесе. Невозможно разорваться. Важно понять, что нравится тебе. И сегодня, если ты начинающий предприниматель, или если ты еще человек, у которого нету большого количества денег, тебе просто необходимо фокусироваться на чем-то одном, при этом, чтобы это дело тебя по-настоящему зажигало. Если тебе нравится футбол, супер, значит тебе нужно развиваться в этой тематике. Если тебе нравится что-то другое, находи ее. Но только тогда, когда ты делаешь то, что нравится конкретно тебе, только тогда, когда ты делаешь то, что у тебя получается, что по-настоящему имеет к тебе отношение, и у тебя хватает на это силы и энергии, тогда у тебя это получается. Неважно, предприниматель ты или нет. Возможно, ты классный фотограф, возможно, ты здоровский футболист, возможно, ты классный продавец. неважно повторюсь и тысячу раз буду это делать что у тебя получается может быть ты классный поэт а может быть ты станешь известным певцом или танцором каждый человек может достичь успеха и высшей точки потому что каждый рожден для этого и твоя главная задача просто честно ответить себе на вопросы для чего рожден я а что нравится мне покопаться в этой стороне и у тебя наверняка получится будь собой это одно из главных правил успеха и запомни сколько бы ты не зарабатывал как бы у тебя получалось или не получалось в какой-то момент непременно получится какой-то момент денег станет больше всего станет больше запомнить для настоящего роста кем бы ты не стал денег всегда должно не хватать денег всегда должно быть мало и поверь все миллионеры сегодня в самые богатейшие успешные люди которые развиваются они живут именно по такому принципу просто они хотят уже не банальный самолет или яхта на которой есть деньги они хотят построить какой-то новый супер комплекс новый город сделать остров необитаемые обитаемым им нужны совершенно другие капиталы для этого именно голод в деньгах и понимание того куда ты хочешь применить дает возможность расти постоянно поэтому не жди того момента что денег тебе станет хватать и что вот еще чуть-чуть еще чуть-чуть и все тот момент когда денег тебе станет хватать ты потеряешь самое главное ты потеряешь желание к росту к успеху и тебе станет скучно и обыденно настоящий предприниматель это человек который постоянно голоден и постоянно знает что сколько бы у него ни было ему всегда будет мало я надеюсь что эту информацию которая с тобой поделилась сегодня ты постараешься не просто послушать ты услышишь и и проживешь ее и подумаешь над тем каким образом тебе внедрить это в свою жизнь чтобы действительно приблизиться к успеху чтобы каждый день делать шаг и становиться лучше лучше чем ты был вчера именно в этом есть кайф жизни именно в этом и есть смысл того что ты делаешь иначе все так скучно и так обыденно я непременно жду твои комментарии жду твои пожелания относительно следующих выпусков и конечно же прошу тебя ставить свои лайки потому что для нас и всей команды которая делает это делать для тебя это очень важно уже в следующем выпуске ты узнаешь о тех привычках которые помогут тебе стать богаче тех привычках которыми необходимо пропитать себя внедрить свою жизнь для того чтобы так или иначе на подсознательном и сознательном уровне с каждым днем ты все больше программировался на деньги и успех потому что это интересно так что не забудь подписаться на мой канал поставить на колокольчик и тогда ты точно ничего не пропустишь